Изучая историю древнейших народов Европы, волей-неволей можно натолкнуться на интереснейшие упоминания о некой далекой стране. Бритты, Бавары, Баски и другие народы Европы в своей древнейшей историографии имеют весьма загадочные упоминания о своих прародителях, которые происходят из далекой страны в священных горах Араратских. Во многом поэтому в средние века многие карты указывали место творения человека или по-другому Эдем именно в Армении. Об этом говорили предки современных европейцев. Обратимся к британским островам. Бритты – это кельтские или гальтские племена, составлявшие основное население островов с 8 века до н.э. по 5 век н.э. Именно в их честь и происходит название Британия. Впервые о бриттах пишет древнегреческий автор Страбон. Однако первое письменное упоминание бриттов как отдельного народа в самой Британии встречается в англосаксонских хрониках 9 века. Первая строка этих рукописных манускриптов начинается так. Остров Британия имеет 800 миль в длину и 200 в ширину. На этом острове пять языков. Английский, бриттоваллийский, шотландский, пиктский и латинский. Первыми обитателями острова были бритты, которые пришли из Армении и сперва заселили юг Британии. Итак, в рукописях прародина бриттов указывается в Армении. Перенесемся в Центральную Европу. Другим древним народом Европы, сыгравшим важную роль в становлении современных жителей Германии, по праву могут считаться Бавары. Это одно из древнейших германских племен, которое дало название современной Баварии. Большая советская энциклопедия отмечает, что Бавары один из основных компонентов немецкого и австрийского народов. Древнейшим источником изучения истории Баваров является средневековая германская поэма «Песнь об Анно» или «Анно Лит». Поэма рассказывает об истории Баварии, а также о сотворении мира, исторических событиях, связанных с Германией, и о жизни святого епископа Анно. Поэма была создана около 1100 года на средне-верхне-немецком языке. В обведении рассказывается о сотворении мира Богом. В частности, говорится, что сначала Бог создал два царства. Одно царство духовное, второе – земное. Далее он смешал эти два царства, чтобы создать первого человека. В результате появилось третье царство – царство человека. Далее речь заходит о происхождении самих Баваров и об их настоящей родине. Вот цитата из первой главы. «Ибо вышли они из Армении, горной страны, где оставил Ной свой спасительный ковчег, когда получил от голубя оливковую ветвь. Ковчег и до сих пор находится на высокой вершине Арарата. И говорят, что там немало людей, которые еще говорят на нашем языке». Да, именно в Армении Бавары видели свою родину. Но еще более интересны последние строки, где говорится о том, что до сих пор там люди говорят на истинно народном или ясном языке. В немецком языке «deutsch» или «немец» происходит то слово «deutlich», что означает «ясный». В старонемецком же языке оно означало «народный». Подобная конструкция существует и в славянских языках, ибо славяне – это производная от «словени», что означает «понимающие слово», а остальные – «немцы» или «немые» для словен. В Испании с древнейших времен проживает один непокорный народ, который сквозь тысячелетия пронес историческую память поколений и донес ее до наших дней – Баски. Национальная гордость басков – эскуара, баскский язык, единственный язык в юго-западной Европе, сохранившийся еще с доримских времен. В деревне Исаба, почти на самой восточной границе Наварры, существует записанное баскским филологом Бернардо Эсторнес Ласой предание о том, что деревня Исаба основана армянами, которые были первыми обитателями Наварры и предками баскского народа. В предании уточняется, что предводителя баскского народа звали Айтор. Он приехал из Армении со своими семью сыновьями и в их честь основал семь поселений в Наварре. Айтор в переводе с баскского дословно означает «пришедший из Айя» или «происходящий от Айя», что довольно точно соответствует армянской конструкции «хайи тор» – внук армянина. В предании говорится также, что приезжие армяне, предки басков, знали тайну обработки металла. В последствии в архивах деревни нашли старинную рукопись, историческую хронику, которая подтверждает устные предания. Весьма примечательно, что в баскском языке имя Исаба переводится как «след предков», и там до сих пор существует дорога, которая носит название Ирминия, река Аракс и гора Аралар. Народная традиция басков связывает эти топографические названия с Арменией в честь первых поселенцев Наварры, не говоря уже о том, что Аракс – это название реки как в Басконии, так и в Армении, а гора Араилер – гора в Армении. Можно долго продолжать этот список удивительных и фантастических совпадений с басками, бриттами, баварами. Можно также вспомнить древних этрусков, которые имеют в своей истории очень много загадок. Однако безусловным является необходимость изучать эти данные для более всестороннего анализа, поскольку существует большое количество загадок, которые лишь предстоит раскрыть человечеству. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok